Новогодняя елка бывает домашней, товарищеской. Ну и кто бы мог подумать, еще и бизнес-елка бывает. И подробнее об этом нам сейчас расскажет Илья Пестерников, председатель регионального отдела «Опора России». Доброе утро. Доброе утро. С наступающим. С наступающим. С наступающим праздником. Итак, давайте начнем. Что же такое бизнес-елка? Бизнес-елка – это, наверное, заключительное мероприятие делового сообщества Севастополя и Крыма, которое, наверное, закроет год, деловой год предпринимателей, позволит пообщаться в неформальной обстановке. Это очень важно. Модное слово – нетворкинг, когда можно получить какие-то новые контакты, связи, ну и, соответственно, развивать в дальнейшем с помощью них свой бизнес. Это очень такое интересное событие. Ну и, конечно же, в таких мероприятиях, на таких мероприятиях рождаются очень интересные проекты совместные у предпринимателей, потому что предприниматели – это особая категория людей, которые мыслят, которые постоянно развиваются в этом направлении. Поэтому замечательная история. А когда же эта самая бизнес-елка состоится? 28 декабря в Севастополе в отеле «Аквамарин» на площадке отеля состоится это мероприятие. В 17 часов начало. Ждем всех гостей с удовольствием. Всех примем. Будет очень интересная программа. Конечно же, как я уже сказал в начале, деловое и неделовое общение. Вечер будет наполнен различными сюрпризами для предпринимателей. Кто хочет стать предпринимателями? На сегодняшний день у нас очень много активных молодых людей. У нас есть в стране определенный тренд, который задал президент. Это развитие как раз малого и среднего предпринимательства. Мы этому тренду следуем. В том числе «Бизнес-елка» тоже поможет развить предпринимательство в регионе. Правильно я понимаю, что не впервые на полуострове проводится такое мероприятие? Да. Мы в Севастополе проводим второй раз уже. В Крыму, в Симферополе третий год уже будет проводиться «Бизнес-елка». Поэтому успех, я думаю, нас ждет. И прошлый год показал очень хороший результат. Илья Владимирович, а как попасть на эту «Бизнес-елку»? Например, предприниматель занимается своей деятельностью и тоже хочет поучаствовать. Это как бесплатно? То есть просто можно подать заявку или надо получить пригласительный? Да. У нас на всех наших ресурсах и в соцсетях и сайте регионального отделения есть информация, контактный телефон оргкомитета, конечно же ссылка на регистрацию. Ну и там все условия участия, значит, они озвучены. Ну и в телефонном режиме мы дадим консультацию. То есть предварительно надо записаться? Да, зарегистрироваться и мы уже, соответственно, дальше свяжемся с желающим, наша исполнительная дирекция и даст дальнейшие инструкции. Расскажите, пожалуйста, об итогах прошлогодней «Бизнес-елки». Ну, прошлогодняя «Бизнес-елка», да, вот получали от предпринимателей обратную связь в этом году. У многих очень возникли интересные контакты. Допустим, крупные компании, которые нуждаются в поставщиках услуг или в поставщиках товара, нашли себе партнеров. Те поставщики услуг, допустим, предприниматели, которые работают на полуострове, оказывают те или иные услуги, они нашли себе, соответственно, заказчиков. Заработали там несколько миллионов рублей за текущий год благодаря вот этому мероприятию «Бизнес-елки», который мы проводили в прошлом году. Ну и, конечно же, укрепили действующие контакты, действующие связи, пообщались в неформальной обстановке, получили немножко определенную разрядку, потому что в конце года это всегда напряженно для бизнеса, для предпринимателей, для руководителей. Все закрывают год и финансово, и в деловом плане. Поэтому получили очень корректную и интересную обратную связь. Как вы уже сказали, «Бизнес-елка» — это проект, направленный на развитие малого и среднего бизнеса на полуострове. И можно ли говорить о том, что это действительно действенный инструмент для того, чтобы предпринимателей у нас становилось больше? В том числе, мы же, как я уже вначале сказал, это общение, это связи, это результат даже финансовый уже, по которому мы получили обратную связь. Любое подобное мероприятие, качественно организованное, оно вносит определенный вклад. Да, 0,5%, 1% на рост того или иного направления бизнеса в регионе. Но, тем не менее, результат складывается из мелочей. Поэтому данное мероприятие, я думаю, что по праву можно оценить, как вклад в развитие предпринимательства в регионе. Эх, будь у меня предпринимательская жилка, я бы наверняка свой путь начал именно с этого мероприятия, хотя бы узнать, что к чему. Потому что, действительно, я уже понимаю, что это дает большой шаг и влияет на понимание вообще, на адаптацию человека в этой среде. Так точно. Вы правы. То есть, получается, что бизнес-елка – это такой корпоратив для всех предпринимателей полуострова. Как появилась идея создания такой бизнес-елки? Где-то подсмотрели или в Крыму это уникальное явление? Нет, это мероприятие делают все регионы, стараются делать и другие бизнес-сообщества, не только опора России. Но мы как-то решили это все популяризировать, развивать, вносить какие-то новшества в это мероприятие, чтобы было интересно, чтобы был смысл именно не только корпоратив, не только шоу-программа, но и одно из самых главных – это общение неформальное, которое дает результат. Исходя из итогов, которые вы уже озвучили, можно однозначно говорить о том, что смысл есть. Вам удачи в дальнейших ваших начинаниях и также в этом проекте. Ну а нашим телезрителям я хочу напомнить, что сегодня это утро вместе с нами встречает Илья Пестерников, председатель регионального отдела опора России. Илья Владимирович, ни одного гостя просто так мы из этой студии не выпускаем, без фотокарточки на память. Поэтому пройдемте. Да, пристаньте, пройдемте с нами. Сейчас у нас будет такая небольшая акция на память обязательно. Мы сейчас становимся здесь, вы в середине, и Стефан говорит, что нам надо делать. А все очень просто, надо посмотреть вперед и на раз, два, три сказать «С Новым Годом». Готовы? Готовы. Раз, два, три. С Новым Годом!